Ас-саляму алейкум и рахматуллахи и баракату. Мир вам, миласта Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – атрибуты верующих в священном Коране. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Инна лазина амену аамину салихати лахум джаннатум таджиримин тахтихал анхар, дзаликал фаузу лкабир». Тем же, которые уверовали и совершали праведные деяния уготованной райской сады, в которых текут реки. Это великое преуспеяние. И освидетельствующий Божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого онится товарища, и свидетельствующий наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, вера – одна из величайших благодатей, которая дарует человеку всемогущий Аллах. В Священном Корне говорится, «Балилляху я мунну алейкум анхадякум лил имани инкумтум садикин». Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду. Вера – это путь к безопасной и спокойной жизни, процветанию и великой награде. В Священном Корне говорится, «Воистину, тем, которые уверовали и вершили праведные деяния, совершали намаз и выплачивали закат, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут обчалены». Кто размышляет о Священном Корне, тот обнаружит, что Всемогущий Аллах в Своем Благородном Писании отличил верующих многими атрибутами, в том числе, во-первых, своевременное совершение намаза, полное соблюдение его столпов и проявление смирения во время его совершения. Аллах Святу Невели говорит, «Кады أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم حاشعون» «Воистину, преуспели верующие, которые смирены во время своих намазов». «Вالذين هم على صلواتهم محافظون» «Которые регулярно совершают намаз». Во-вторых, «Отворачивание от всего праздного, будто слово или дело». Всевышний Аллах говорит, «Вالذين هم على اللغو معرضون» «Которые отворачиваются от всего праздного». «Верующие, склонны отказываться от пустяков и озабочены важными делами». Аллах слава Ему и Величии говорит, «Ва إذا سمعوا اللغو أعرضوا عن» «А услышав праздные речи, они отворачиваются от них». «Вالذين لا يشهدون الزورا وإذا مروا باللغو и مروا كراما» «Они не свидетельствуют леживо, а когда проходят мимо праздного, то проходят с достоинством». Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, поведал, «Признаком хорошего исповедания Ислама человеком является его отказ от того, что его не касается». В-третьих, «Выплата заката повели неодобряемого из-за причины предосудительного». «Аллах сфяту нивили гаварит» «Вالذين هум للزكاة فاعلون, которые виплатش وьют زكاة. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ выплачивают закат, повинуются Аллаху и Его посланнику. «Аллах смилостивится над ними». «Воистину, Аллах могущественный, мудрый». В-четвертых, «Проявление теломудрия и набожности». «Аллах всемогущу невелик изрек» «Вَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَةْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُمِينَ» «Которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или неволниц, которыми овладели их десницей». «За что они не заслуживают порицания?» «Наш Пророк, да благословите его Аллах, приветствует, часто просея своего Господа Могущественного и Величественного от силамудрия, говоря, «О Аллах, я прошу у Тебя наставления богобоязненности, силамудрия и достатка». Мухаммад ибн Ханафия да смилостивится над ним, Аллах говорит, «Совершенство состоит в трех вещах – силамудрие, в религии, терпение в бедствиях и хорошее управление делами в жизни». В-пятых, оберегание веренного на хранение имущества и соблюдение договоров, ведь настоящий верующий всегда заботится о веренном ему на хранение имущества, так как фермер берет на себя возделивание работных производства. Вера и соблюдение договоров взаимосвязаны, Всевышний Аллах говорит, «Валладзинахум леаманатихим уахдихим раун» «Которые оберегают веренное им на хранение и соблюдают договоры». «Оте, которые уверовали, будьте верны обязательствам». «Инна Аллаха я амурукум анту адду л'аманати иля ахлиха». «Воистину Аллах велит вам возвращать веренное на хранение имущества его владельцам». Наш пророк да благословит его Аллах и приветствует связал доверенно и веру. Посанник Аллах именемо благословение Аллаха сказал, «Нет верю у того, кто не соблюдает доверенной аманат, и нет религию у того, кто не верен данному обещанию». Вот что я хотел вам сообщить. Я прошу Аллаха прощения и для меня и для вас. Хвала Аллаху, Господу, миров, мире и благословении, последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье с подвижником и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. Дорогие единоверцы, верующие также постоянно поминают Всевышнего Аллаха и хорошо уповают на Него. В Священном Коране говорится, «Алладзина аману вататума инну кулубу бидикриллах аля бидикриллах и татума инну кулуб». Они уверовали и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? «Иннам аль мууминун аль ладзина ида дукер Аллаху ватилат кулубу бидикриллах и тулият аляхим аятуху задат хум имана ва аля раббихим и таваккалун». Верующими являются только те сердца, которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают его аяты, которые уповают на своего Господа. Истинное упование это искренное зависимость раба от всемогущего Аллаха, и оно не исполнится без соблюдения надлежащих условий труда и усердия. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствуйте зряк, если бы вы уповали на Аллаха должным образом, то он обязательно посылал бы вам пропитание, так как посылает его птицам, которые улетают утром с пустыми животами, а возвращаются с полными. Настоящая вера распространяет свое влияние на общество, поскольку настоящий верующий не является ни обманщиком, ни лицемером, ни лжецом, ни изменником завета, ни вероломным, а является скромным, щедрым, сам дружит и с которым дружат. А также настоящая вера облагораживает душу человека. Всемогущий Аллах говорит, «Сумма кана мин лавина амену ватавасав биссабири ватавасав бисмархама». А после этого надо быть одним из тех, которые уверовали, заповедали друг другу терпение и заповедали друг другу милосердие. Клянусь предвечерным временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение. В хадисе пророка Мухаммада мир ему благословение Аллах говорится, пусть тот, кто уверует в Аллаха и в последний день не причиняет беспокойствия своему соседу. Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день оказывает уважение своему гостю. И пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день говорит благое или молчит. Как прекрасно для нас придерживаться Учение веры, чтобы достичь безопасности, стабильности, спокойствия и счастья в этом мире и в будущем. Всемогущий Аллах говорит о награде верующих в следующих аятах. Улайка хуму луаритхун, аль лавина яритхун аль фирдаусахум фиха халидун. Именно они являются наследниками, которые унаследуют фирдаус, в котором они пребудут вечно. Илля الذين аману ваамилу салихати фалахум аджорум гайру мамнун, за исключением тех, которые уверовали и совершали праведни дияния, иму готова на награда неиссякаемая. Илля الذين аману ваамилу салихати канат лаум джаннату фирдаусин узула, халидина фиха ла ябагуна анха хивала, ваистину, обители тех, которые уверовали и совершали праведни дияния, будут садив фирдауса. Они пребудут в них вечно и не пожелают для себя перемен. О, Аллах, прививай нам любовь к вере и предоставляй ее прекрасной нашим сердцам. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.